Люди, влюбленные в историю, те, кто ценят историю, те, кто знают работу музеющих, хранителей истории. И одним из таких бриллиантов не только нашего города, а из всего Краснодарского края является Зоя Лемякина юбилей. 85 лет. Про таких, как она, говорят женщины с большой буквы. Всегда ровная осанка, одета с иголочки и тихий мелодичный голос. Как признаются коллеги, Зоя Николаевна всегда спокойна. Вывести ее из себя просто невозможно. В этот торжественный день поздравить старшего научного работника пришли друзья и родные работники археологического музея Горгипе, представители администрации Анапы и правительства Краснодарского края. Почетная грамота вручается Зое Николаевне Лемякиной за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в сохранение историко-культурного наследия города-коррект Анапа и в связи с прекрасным юбилеем. Поздравляю, Зоя Николаевна! Жизнь человека – это история, а Зоя Лемякина знает не только свою, но и тысячу других. В 1975 году ее пригласили на должность директора в историко-краеведческий музей Анапы, которым она руководила 14 лет. Именно Зоя Николаевна стояла у истоков создания всем известного археологического музея Горгипе. Ею было написано более 30 научных публикаций, огромное количество статей, сборников и альбомов монографий. Также многие годы она обеспечивала условия для работы экспедиции Академии наук СССР в летний период. Главный проект последних 20 лет – биография, известная всем в мире матери Марии, монахине, русской поэтессе и художнице. Занималась, потому что изучали гражданскую войну, показывали, что как советскую власть в Анапе устанавливать. Потом, когда я читала у Елизаветы, как я была городским головой в Анапе, я поражалась. Насколько все-таки разница, трактовка событий, ею сделанная в 2004 году уже при миграции, ею, анапчанки, да. Я говорю, почему вы занимались этой темой? Потому что я знала тех людей, которых она называет. В этот вечер Зоя Николаевна рассказывала о ее родных и близких жизни в Таганроге, Севастополе и Волгограде, переезде в Анапу и о военных годах, учебе, работе над экспозициями, о творческих и научных поисках. А в завершении вечера она пригласила всех присутствующих на свой следующий юбилей. Ника Пастенос, Анапа, регион.